за окном зима наступает декабрь месяц а я в своей оранжере и посмотрите все мои цветочки которые сейчас у меня здесь они у меня живут у меня своя оранжерея я вам сейчас покажу такая там я бегония она очень красивая очень красиво цветет сейчас вот уже отцвела красненькими цветочками вот она как зацветет еще раз я сниму вам обязательно покажу вот такой вот цветочек я не знаю как он называется я его уже выхаживаю не знаю несколько месяцев видите вот это вот штучка вот этот зеленая ножка такая скажем да вот эти вот уже все отсохли вот такие вот вот а ножка сама такая плотненькая вот зеленая надеюсь что отсюда вот пойдет стрелочка и будет будет цветок потом посмотрим какое это вот мой мальчик ананас он мне все лето жил на улице вот я переместила его свою оранжерею ванечка мокрый продолжает у меня цвести цвел все лето сейчас немножечко сбавил уже темп отдыхает вот листечки такие немножечко пожухлые сейчас я его полью а так вот он потихонечку у меня цветет вот видите очень красивый так что самое главное еще хочу показать а вот у меня ливанские алое это алое привезли сливано и мне дали росточек я уже говорила может быть обычная алое какая как вот как у всех но для меня как бы знаете значимое то что это вот сливано алое вот это я его выращиваю очень красивая очень красивый цветочек тоже такая знаете будет красная бегония я его выращиваю с одного можно сказать маленького череночка стала выращивать где-то вот где-то с сентября нет с июля месяца вот и вот он уже вот у меня вот такой вот подрос будем ждать посмотрим какой он у меня вырастет будет свистеть обязательно буду вам показывать и конечно мои любимые розы я их убрала вот сюда в свое оранжерею в свою тепличку чтобы они у меня отдыхали потому что они мне все лето цвели и желтые красные но что самое интересное вы посмотрите у меня опять начинает цвести роза зимой конец ноября начало декабря месяца у меня роза начинает цвести распускаться я вот сейчас немножечко почищу мне нужно убрать вот такие вот желтые листики хочу убрать листики которые вот уже вроде бы и не нужны и вот желтые листья можно почистить можно сейчас ее немножечко так сказать ободрать потому что они не нужны они все равно будут опадать мне сегодня воскресенье выходной день я залила видео сегодня про тирамису у мужа был день рождения в пятницу мы все работали и я накануне прям четверг вечером сделала торт тирамису вот и мы в пятницу уже мечали дома шашлыками с посиделками пришли гости любимые соседи мы посидели покушали вот такие вот видите вот эти вот желтенькие сейчас я почищу да отвлеклась тирамису тирамису очень вкусная насколько конечно я знаю по технологии она делается из печенья савоярди и в рецепт добавляется там столовая ложка коньяка или виски там какой-то алкоголя короче я без алкоголя делала потому что у меня коньяка не было и вообще мы когда делаем тирамису мы добавляем алкоголь это не портит его он такой же вкусный но что хочу сказать я делала его не из печенья савоярди я сделала его из я сделала его из бисквитных коржей и это очень вкусно тирамису можно делать из коржиков из бисквитных вот главное чтобы там был сыр маскарпоне это самое главное и главное правильно взбить белки потому что если белки будут взбиты неправильно то тогда конечно такой вот воздушности не получится я немножечко розу все почистила у меня здесь и желтая роза у меня здесь и красная роза но вот я хочу сказать еще раз что у меня вот зацветает красная роза не хочет она отдыхать у меня не хочет у меня есть вот такая вот левечка теперь я немножечко пролью свои цветочки сейчас полью ливанские алоэ немножечко полью бегонью полью розы свои коль она у меня цветет мне нужно ее полить так вот этого мальчика мой ананас дорогой я поливаю по мере высыхания земли сейчас вот трогаю вот земля влажная вот что хотела сказать вам что хотела сказать у меня еще есть орхидея орхидея она там не то что орхидея она там по-другому называется какая красота вообще ребят смотрите прям к декабре месяцу мне роза расцветает так вот я имела неосторожность когда она у меня когда она у меня отцвела цветочки эти они долго цвели я потом уже вот эти вот стебельки вот эти стержни я взяла уже и обрезала под самый корень думала я сейчас обрежу она мне отдохнет и будет заново цвести ничего подобного сколько уже время прошло сколько месяцев цветоносов как нет так и нету я теперь не знаю как мне сделать так чтобы она у меня зацвела кто знает напишите потому что у меня только одни жирные листья я конечно читала в интернете что надо не поливать сделать им засуху я все делала я все делала поливаю очень редко но пока я не вижу чтобы у меня были какие-то намеки на цветоносы не знаю может быть она после нового года зацветет не знаю вот так что будем будем надеяться будем смотреть а пока радоваться будем вот таким вот маленьким радостям розочка набрала я сухих уже листиков сейчас я все уберу все соберу ну вот такая вот у меня оранжерейка такая она у меня находится в отдельном помещении это отдельная комнатка где растут мои цветы вот за которым я ухаживаю скажем так мой зимний сад может быть что-то к новому году поеду по магазинам если я увижу может быть лимоны или мандарины в горшочках конечно может быть я и куплю собираюсь еще купить все мечтаю туи купить туи в горшочки а потом высадить ее ну это моя мечта может быть она у меня и сбудется пока я занимаюсь вот такими у меня сегодня воскресенье вот и поэтому я при таких домашних делах ну вот сходила налила водички теперь водичка у меня будет стоять в этой олеечке она у меня будет отстаиваться и в следующий раз когда я приду сюда поливать свои цветочки я уже буду поливать этой водой все пока пока за окном у нас вот такая погода немножко морозно вот солнышко светит вот такая вот конец ноября уже во вторник 1 декабря вот ну все я вам показала свой зимний сад который у меня зимой работает скажем вот здесь все мои маленькие такие небольшие мое небольшое хобби скажем зимой вот я выращиваю и ухаживаю за этими цветами которые у меня все лето росли на улице ну все ребят мои дорогие отдыхайте завтра рабочий день все на работу кто не на работу занимайтесь своими домашними делами всем хочу передать приветы всем девочкам кто со мной на канале всем всем вот я сейчас передаю всем приветы даже не называя имен это этот привет относится к каждому кто со мной на связи каждому кто со мной переписывается каждому этот приветик я вас всех люблю всех обнимаю будьте здоровы живите богато как говорится так что увидимся на канале всем пока пока всех люблю всех целую всех обнимаю